Семья описана, кстати, Аристотелем. Рецепт для сценаристов и парфюмеров. Вот у меня подмышка, значит, белый гигантский кот, другой пистолет. Да, но с перламутром напугается. Пока производитель получает деньги, его вообще не тошнет ни от чего. Вот так, просто красиво. Здравствуйте, с вами Говорит Ильиха из Ворыкина. Я хотела бы поговорить о парфюмерии не просто как о чем-то, что хорошо пахнет, но как о явлении, которое гармонично и естественно вписывается в общекультурный мировой контекст. Для этого я говорю об интересных вещах, связанных и с парфюмерией, и с другими параллельными, смежными течениями, с разными интересными людьми, которые, к счастью, являются моими друзьями. Сегодня моя гостья Ольга Жампина, сценаристка, юристка. У меня к тебе сразу вопрос ребром. Почему люди любят истории? Лука Тури, один из известнейших парфюмерных критиков, сказала о том, что духи – это история во флаконе. О том, что это вообще может быть не просто запахом, я подушился сегодня, я пахну розой, и это хорошо. О том, что это некий нарратив, некий сюжет, некое послание, которое заключено во флакон. Ты пишешь сценарий и придумываешь истории. Почему вообще люди любят истории? Люди любят истории, потому что они людям необходимы. Почему они людям необходимы? Они необходимы для того, чтобы рассмотреть различные варианты будущего, которое не наступило, и подготовиться к этому будущему. То есть люди эти истории человека сопровождают очень-очень давно. Но вся наша культура пронизана историей, пронизана сюжетом, драматургической структурой. Почему? Потому что человеку нужно посмотреть на возможные варианты развития будущего, возможные опасности, которые его там ждут или не ждут, и подготовиться к этим опасностям. Собственно, наш мозг и наша эволюция, она произошла в том числе и во многом, благодаря тому, что мы информацию обрабатываем и систематизируем. То есть это как шахматная партия, что ли, получается? Ну, примерно да. Это примерно так. Потому что мы получаем огромное количество информации в днису времени, и наш мозг как-то ее обрагоняет в определенные шаблоны, которые сложились, когнитивные, и выдают нам готовый результат. Что будет, и как жить дальше. Прекрасно. Очень хорошо, что ты сказала про шаблоны, потому что это как раз мой следующий вопрос, который спонтанно родился. Почему тогда шаблонов так мало? Шахматных партий очень много. А шаблонов, если мы будем говорить про духи, всего таких несущих структур не так уж много. Я девочка-девочка, я мальчик-мальчик. Они, правда, меняются со временем, конечно, в зависимости от сусокультурной среды и так далее, и так далее. У нас есть вот утренняя деколона, о которой мы недавно говорили. Есть экзотический восток. Для востока это будет экзотический запад, кстати. Плюс-минус еще два-три жанра, и все. С жанрами литературы или жанрами кино та же самая история. У нас есть хороший парень, есть плохой парень, есть противостояние. Ведь все, множество жизненных сюжетов не сводится к этим шаблонам. Есть такая поговорка, что существует всего 12 драматургических сюжетов. Да, этих скелетов... Четыре, как Борхес. Или пять. Борхес был суров, значит. Да, но вопрос же в наполнении. Да, существуют жанры. Все они написаны, кстати, Аристотелем. Поэтика, не возьмусь сказать, когда написана. Прекрасный американский драматург Аарон Соркин, сценарист, вообще сказал, что сценаристу достаточно прочитать поэтику Аристотеля, и можно не ходить в киношколу, не учиться сценарным мастерством, потому что все изложено и придумано до нас. Он рассматривает по жанрам, рассматривает ограничения, которые каждый жанр налагает на конкретного героя, и рассматривает по жанрам. Но наполнение все время меняется. Да, я думаю, что парфюмеры тоже читают Аристотеля. Да, может быть мелодрама, история чувств, но наполнение может меняться, может быть очень-очень-очень разнообразно. То есть это, получается, какие-то рамки заданы, но внутри этих рамок человек обладает бесчисленным. И сценарист, и писатель, и поэт бесчисленным количеством вариантов. Продолжая тему шаблонов, хочу спросить про сериалы, или про, как у нас в парфюмерии говорят, про фланки. Как ты знаешь, наверное, есть такая традиция прекрасная, что если люди выпускают какой-то новый аромат, он вдруг оказывается успешным. И это, кстати, мой следующий вопрос. Как вообще люди придумывают новое, и почему все люди любят знакомое? То есть это какие-то два полюса, я не понимаю, как между ними все балансирует. Люди выпускают жадор, жадор сметают с полок с бешеной скоростью. Дальше выпускают... Во-первых, все, конечно же, воруют идею жадор, как говорила Федерик Маль, а теперь у нас будет жадор с бананом, жадор с кокаином, жадор на пляже, жадор с ананасиком, одеколом на а-ля жадор, и так далее, и так далее. Либо... Ну, это воры. Это тоже понятно. Я думаю, что это тоже есть в любых сценариях. Но можно же выпустить фланкеры, что будет совершенно, по-моему, однозначной аналогией с сериалами. То есть мы выпустим «Шанель номер пять», просто номер пять, «Шанель номер пять премьера», «Шанель номер пять лёг», как бы что-то полегче, что-то на младежную аудиторию, что-то еще. Это будет трактовка той же самой темы с теми же действующими лицами. Сериалы, почему их любят в индустрии, понятно. Потому что это деньги. Потому что если люди покупали что-то одно с Шерлоком, они купят что-то другое с Шерлоком. Люди-то почему любят сериалы? Неужели мне скучно? Ну, мне кажется, что здесь отзыв от индустрии, как раз он вторичный. Что человек, он... Когнитивно все время находится между двумя полюсами. Что мозг... Когнитивно находится. Любой человек, мы все находимся между двумя полюсами. Мы очень не любим изменения, мы не любим ничего нового, но мы постоянно вынуждены реагировать на новое. Я люблю. То есть что-то новое, изменяющиеся условия, человек не любит. Поэтому... Да, это стресс, конечно. И ответ на эту индустрию, это франшизы. Более того... То есть? Ну, то есть, например, франшиза «Мстители». Несколько фильмов, объединенные одни персонажи. Франшиза «Джеймс Бонд». Несколько фильмов, объединенные одним главным действующим героем в разных... В одном и том же жанре, в разных, соответственно, обстоятельствах. «Джеймс Бонд» с бананом, «Джеймс Бонд» на пляже, «Джеймс Бонд» с кокаином, «У какого-то там нефтепровода». «Я твиши! Ура!» Да-да-да-да-да-да-да. Это все. То есть человек охотнее идет, потребитель охотнее реагирует на то, что ему уже знакомо. То, где он уже представляет, какой конечный продукт он получит. Он знает, что он пойдет на Джеймса Бонда, там будут крутые драки, там будут красотки, там будут погони, там будет захватывающий сюжет, и человек предполагает, какие эмоции он получит от просмотра. Белые цветашки, потом мускусы. Да-да-да. Все хорошо. То есть человек ожидает... Впечатление человека предсказуемое. Он знает, чего ожидать. Ну, плюс там могут быть какие-то виньетки, которые вот его ожидания еще немножечко приукрасят. Нос перламутровый пуговец. Да. Могут быть какие-то перламутровые пуговцы. Но при этом, при всем, если бы это было только так, у нас бы любая индустрия, будь то парфюмерия, или киноиндустрия, или литература, они бы стояли на месте. Да? Потому что, потому что все происходит точно так же, точно так же, точно так же. Люди хотят шерлока, они получают шерлока, люди хотят шерлока, они получают шерлока. И так сто раз по кругу, пока всех нельзя тошнить. Ну, как... Есть люди, наверное, которых так и не начинают тошнить, но, видимо, производители тошнить все-таки начинают. Ну, тут такая история, что пока производитель получает деньги, его вообще не тошнит. Ни от чего. Но подожди, откуда появляется новое? Откуда появляется новое? Это вопрос номер один. И два. Как так получается, что что-то новое все-таки может вклиниться в этот порочный круг? Когда я читаю парфюмерные форумы, я вижу, что люди дико интересуются новинками. Новинки, как и сериалы, повторяют то же и то же и то же. Но при этом люди как бы хотят чего-то нового, но они хотят все то же самое с перламутровыми пугольцами. Мне очень нравится пионакводи Парма, но я хочу какой-нибудь еще пиончик. Это понятно. Это отчасти потребительская, да, такая федерация, что я просто хочу что-нибудь еще... На эту же тему. На эту же тему. Да, это все ясно. Но как? Как получается так, что вдруг рынок взрывает что-то совершенно новое? Молодой папа. Ком-де-Гарсона в начале 2000-х. Или артизан еще раньше. Что-то, чего раньше никогда не было. Боже мой. Шип-р-кати. 1917 год. Революция произошла не только у нас. Появляется что-то новое. Как и почему люди все-таки новое любят? Как они могут это перевалить, если они все время жуют франшизы? Ну, сейчас вообще такое бывает. Такое бывает. Но мне кажется все-таки, что невозможно предугадать вот то новое и создать искусственно то новое, которое все взорвет. Потому что, сколько я не разговаривала со своими коллегами, которые работают со стороны заказчиков сериалов, и говорят, что невозможно, абсолютно невозможно просчитать рейтинги сериалов, пока он не выйдет. Даже сериалы, которые, казалось бы, просчитывают то и то. Ты не можешь предугадать, какой именно сериал выстрелит вот прям в балл, а какой сериал пройдет с такими средними рейтинги, посмотрели и, слава богу, и забыли. Интерес нельзя просчитать. В этом, к сожалению, для индустрии, но надежда для творческого человека. Что совпадает, что складывается так, что что-то новое становится новой классикой, да? Откуда появляется Шерлок новый? Он появляется из очень известной всем почвы. То, что часть является частью опыта, познавательного практически каждого человека. И здесь человек видит как бы то, что он знает, что ему знакомо, получает новую трактовку. Все то же самое, но немножко по-другому. С одной стороны, это знакомый персонаж, он отвечает всем формальным критериям, которые изложены в книге, в классической, но все это перевернуто. Да, но все это перевернуто немножко по-другому. Тем углом, который понятен. Да, здесь, во-первых, интерес, как сохранить героя в современных реальность, герои там рубежа 19-19 веков, как его интегрировали в рубеж 20-21 веков. Есть? Сохранить. Ну вот Шерлок, это и есть этот способ. Как они сохранили. BBC. Да, BBC. Как сохранили. Ну слушай, ругались же на последний сезон все, что, так сказать, ну здесь еще у популярных сериалов еще присутствует такой побочный эффект, когда зрители сериала присваивают себе героя и так сильно им проникаются, что считают свои ожидания естественно проистекающими из сюжета и обязательными. Поэтому, ну это как бы побочит эффект слияния очень большого с персонажем, когда все не так и все не то. Но это приблизительно как можно наблюдать, когда вдруг случайно за границей экранизируют российскую классику, потом зритель глобально разочарован, потому что все не так. Естественно. Все абсолютно не так. Хотя, на мой взгляд, нужно приветствовать, мне кажется, любой интерес к художественной. Интересная правда, она отличается от реалистической правды? Ну, кино, оно и такое искусство, оно должно быть правдивым. Правдивым должен быть документальный фильм. Как парфюмерия. В рамках своего жанра оно должно быть правдоподобным, потому что есть жанр, то есть, там, фантастики или фэнтези, где правдоподобие стремится к нулю, практически. Тем не менее, там правдивые эмоции. Того же, мне кажется, люди ждут и от духов, потому что они отчасти обращаются к нашим эмоциональным пластам, да, не только к интеллектуальным. Это же на самом деле очень интересно, что то, что во флаконе, они имеют ценность не только потому, что оно пахнет, там, как пион или как нерали, или что-то ещё, оно взаимодействует с тобой как герой. Не только как история, но и как некий герой, когда ты говоришь, что вот это мне, да, вот с этим вот я хочу жить, а вот с этим я жить не хочу. Это же история не столько про технические характеристики, сколько про некий общий художественный образ. Это про образ и про его восприятие. Естественно, да. Потому что кому аргуз, кому веселый хрящик. То есть ты считаешь, что всё-таки каждый момент времени, он равнозначен в смысле появления, в смысле вероятности появления чего-то нового, то есть может быть что-то новое. Да, конечно. И что-то более адаптивное. То есть мы берём общий архетип эспоэтики Аристотеля. Это рецепт для сценаристов и парфюмеров. Мы читаем эспоэтик Аристотеля, берём какой-то пункт и истолковываем вот так, чтобы сегодняшним зрителям это стало близко, важно и нужно, чтобы это решало какие-то, не то чтобы решало их задачи, да, как мы можем решить их задачи. Мы не можем решать их задачи. Одни должны решать в первую очередь задачи автора. Вот. А поскольку автор живёт в том же времени, что и зрители, или нюкатели, то значит, ты решаешь какие-то свои задачи. Это самая главная, искренность. Но только искренность и смелость, да, честность и смелость, потому что что-то нужно вложить, что-то нужно найти для себя в этой истории, в истории со сценарием, в истории с парфюмерией. То есть ты считаешь, что новинка, она может появиться не из фокус-групп, не из исследования рынка, а из исследования себя, если ты творец, художник. Да, абсолютно. Но это история, что когда бы вы знали, из какого ссора, да, новинка и что-то новое, что-то неинтересное может объявиться абсолютно везде, абсолютно в любом месте. Что, ну, дух дышит свободно где хочет, как говорят верующие люди. Где он проявится и как, нам не дано угадать совершенно. Я даже больше могу сказать, что когда-то подолгу своей работы, для того, как стать сценаристом я работала редактором крупной компании, я отсматривала массу сериалов. Я смотрела и мексиканские сериалы, это очень специфический жанр, бразильские, вот с чрезмерной мимикой, игрой и так далее. Но... Я твоя сестра в леснец. Да, вот самые-самые-самые-самые такие вот анекдотичные клише всё было. Но тем не менее, как ни странно, в каждом, в каждом просмотренном серии, в какой-то сезоне, всегда присутствует какая-то вот деталь, жест, ворот головы, фраза или ещё что-то, которое абсолютно оправдывает создание всей этой цепи. То есть, что-то действительно искренне попадает в человека, то есть, что во мне отзывается, несмотря на то, что там ужасная злодейка убивает человека, выпускает из подмышки жёлтого персидского, не жёлтого, белого персидского кота, вот она приезжает. Как? Вот так, просто красиво. Вот у неё подмышка, значит, белый гигантский кот, вот другой пистолет, да, да, и вот 73 дней, да, потому что это красиво, красочно, да. Но без доберманов уже хорошо. Ну, без доберманов. Но с белым персидским котом. Но всё равно что-то есть, что-то, что отзывается лично во мне как зрителям, поэтому я... Вам очень мощный художественный ход. В общем, для творчества есть почва всегда и везде. Абсолютно всегда, абсолютно везде. И творческий человек, он может появиться, человек, который станет сделать что-то действительно новое и привлечёт внимание. Или не привлечёт. И не привлечёт. И не привлечёт. И появится где угодно, и как угодно. Как говорил, и тот же лоб. Да, ничто не позволит нам просчитать. Не угадаешь. Может сложиться, может нет. Но с другой стороны, для человека, который занимается творчеством, сам акт творения, он тоже представляет какую-то ценность. Это какой-то немножко алхимический процесс, что-то происходит. Где-то как-то точно, независимо от жанра, независимо от ограничений жанровых, но где-то что-то там открывается и раз, подышало. Подышало. Да. Где хочет. Где хочет абсолютно. Знаете, маленькая нота. На этой оптимистичной ноте, я думаю, что мы закончим. Оля, спасибо большое. Спасибо.